Смотри, что тут в Ламбоджине, окей. Сейчас я ее доломаю еще, да? Она же как-то так должна открываться, да? Вряд ли так задумаю, да, что я вот так дергаюсь, со всей силой она не открывается. Блин, вот это вообще надо брать, смотри, у нее из повреждений только банкер, все. Люди, вы часто спрашиваете, почему выпуски из стран выходят так редко. Ну вот смотрите, из каждой поездки я привожу минимум где-то 25-30 часов. Каждый день я снимаю в поездке на камеру, на телефон, на GoPro и на коптер. Сначала надо же все отсмотреть, расписать, где я что сказал, где я снял какой-то кадр конкретно. То есть прям записать минуту, секунду, после этого еще надо изучить исторический вопрос, написать текст, это еще неделя. И только после этого начинается монтаж, это недели две, примерно каждый день, по 10-12 часов я себе специально ставлю коробку, потому что есть ноутбук внизу, просто шея отсыхает. В общем, вот так выглядит мое рабочее место, стол, стул и больше фактически ничего. Единственное, что спасает хоть как-то мои нервы, это онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD». Последнее, из чего лично я кайфанул, это вот этот вот сериал «Последний министр». Алиса, покажи сезоны. Секундочку. Я такое обожаю, очень крепкий сюжет, классный юмор и очень крутой актерский состав. Ян Цапник, обожаю его, он играет самого министра. Не буду спойлерить, скажу только, что чувак, который там опозорился на всю страну, получает должность министра и, вы удивитесь, начинает кипучую деятельность, к которой люди вокруг него не привыкли. В итоге всю страну ставит на уши. А там есть сцена, где, значит, ему вместо реальных работяг приводят актеров с Мосфильма. Я прям порадовался с ним. Вообще лично я раньше на «Кинопоиске» смотрел только рейтинги и отзывы к фильмам, а сейчас еще и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD», где собран огромный каталог фильмов и сериалов, причем от классики мирового кинематографа, которая никогда не надоедает, до новинок и эксклюзивов, буквально вот только вышедших в прокат. Словом, друзья, хотите гарантированно хороший сериал или фильм, вам на «Кинопоиск HD». Кстати, у кого еще нет подписки, по промо-коду «Люди» вы можете получить 45 дней бесплатно. Ссылку оставил в описании. В общем, оформляйте подписку и вперед. Только сначала досмотрим Дубай. Мне так страшно не было никогда. Тачка стоит, блядь, сколько? Просто охренеть. Стоимость 385 тысяч долларов. Примерно 30 миллионов рублей. Я в последний раз более-менее на тачке ездил, когда в Монголии на Буханке. Нихера не видно. Моя задача – доехать до самого пафосного отеля Дубая. В лачуках пакистанских я уже обедал, поэтому в этом выпуске я еду в отель «Атлантис», где меня в подводном ресторане ждет съедобный лист золота. По навигатору ехать 13 минут, но я ехал… Так, можно я сразу припаркуюсь? Блядь, а где поворотники? Где поворотники? Где поворотник, сука? Все, я наездился. Говорю честно, права я получал сам. Теорию сдал со второго раза, площадку с третьего, город тоже с третьего. Но найти поворотники в «Ламборгини Хуракан» нет, к такому жизнь не готовила. Раджаб хотел спросить, где поворотники, но уже нашел. Раджаб из России. Компанию по аренде люксовых тачек «Кар Кристал» открыл около года назад, привлек четверых инвесторов. И теперь у них в гараже машин на 2 миллиона долларов. Кстати, никакой суперохраны здесь нет. Напомню, уровень преступности в Дубае ниже, чем в Швейцарии. Минимальная цена у меня 300 долларов. В день? Да, в день. Поднимается она до 2000 долларов в сутки. Ага, самое дорогое это что? Самое дорогое пока мы в «Ламборгини». Снять эту «Ламбу» на сутки стоит 115 тысяч рублей. Такая цена, потому что это самая топовая модель из всех существующих. Она вообще единственная в Дубае. В таком виде есть только у Раджаба. Есть много вариантов дешевле. Гелендваген, Кадиллак. Мне Раджаб выдал «Ламбу» бесплатно и без депозита. Под честное слово. Сервис у него реально классный. Если заказываете машину, подгонят в любое место для вас. Как вы додумались сделать, блядь, поворотники на руле кнопочкой? Я же их сейчас каждый раз буду искать. Влево, вправо, для кого? Неужели это реально удобно? Вы что, реально прикалываете? Сразу поясню. Я не автоблогер. И на «Ламборгини» смотрю точно такими же глазами, как смотрел бы мой дядя Толя из самарской деревни Верхнепечерск, который всю жизнь водил простые человеческие машины, у которых поворотники на рычажках под рулем. Так что это максимально народный обзор. Короче, с Богом, пожалуйста. Мне сейчас надо перестроиться в крайний левый ряд, чтобы развернуться. Думаю, это будет очень непросто. В лишний раз... Может, я прямо просто поеду? Ничего, поповорачиваю. Сколько же ваш машин ездит? Нет, я не могу сейчас не отвечать ни на какие... Я не могу сейчас отвечать ни на какие сообщения. Ни о чем вообще думать. Я не могу. Я должен взять руки и положить на руль, как учили... Так, как... Поворотник. Надо найти на руле. Так, так, так. Только попробуйте мне кто-нибудь побибикать. Я сейчас всех нахер, блин. Мне просто страшно. Не подумайте, что я не прошу вас бибикать, потому что я типа на этой тачке. Мне просто страшно. Ой, так, смотрите, едем. Слушайте, ну такой, конечно, вообще... Там я вообще пока не понимаю, что происходит. Тачка, конечно, корабль. Хочется музыку включить, конечно. Херст из музыки и так хороший звук, в общем-то. До сотки больше сотки нельзя. Эмиратские штрафы одни из самых больших в мире. Например, если вас останавливают без водительского, штраф 5000 дирхам. 103 тысячи рублей на наши деньги. Если вы перевозите что-то на грузовике и не накрыли его, штраф 62 тысячи рублей. Превышение скорости больше, чем на 60 километров в час 20 тысяч рублей. Проезд на красный 16 тысяч рублей. Выбросишь мусор из окна 10 тысяч рублей. И 4 черных балла. Такие начисляют за каждое нарушение. Вдобавок к денежным штрафам. Когда набирается 24 балла, у тебя отбирают права минимум на год. Несмотря на то, что у нее передок весь раскурочен. Смотри, какой салон. Нулевенький. Вообще прям классный. Такой красный. Тут, конечно, кто-то что-то блеванул. Я не знаю, что-то пролилось. Здесь нормально. Ну вот смотри, вот тут раз хреначено, конечно, ну это, подушка безопасности. Вот она. Блин, смотри, какое кощунство, а. Дороженную просто кожу Bentley разорвали. Насколько я знаю, даже не обязательно руль целиком менять. Для того, чтобы, соответственно, поменять подушку безопасности. Только вот эта вот часть меняется и все остальное нормально. Вот тут даже кнопочки, все работает. Короче, это типа, знаете, все тачки, которые разбили, ну типа, золотая молодежь Дубая. Вот. И что им, типа, париться по поводу того, чтобы восстанавливать их? Просто ее скинули, пожалуйста. Вот как это работает. Разбиваю я, например, Lamborghini Radjava. Гипотетический, друг. Нет, не серьезно. Привожу тачку на эту стоянку, регистрируюсь в системе и выставляю машину на аукцион. И люди со всего мира видят, в каком состоянии тачка, сколько она проехала и начинают делать ставки. Петя из России, например, предлагает 10 миллионов, то ли из Самарского и Верхнепечерска 15, а Radjava из Дубая 20. Проходит аукцион. И я решаю, продам ли я машину за самую высокую ставку или нет. Если мне цена в итоге не нравится, я жду неделю и снова выставляю тачку на аукцион. Если вы покупаете машину, то за отдельную плату в течение месяца вам доставят машину в порт, либо в Санкт-Петербург, либо во Владивосток, откуда удобнее гнать. Суть в том, что продают здесь далеко не только люксовые машины, но и самые обычные. А, не ожидали, что тут есть? Зацените. УАЗик. Среди машин, среди спорткаров есть наш родной железный непробиваемый УАЗик. Блин, я привык ездить, чуть-чуть откинувшись. Мне так нравится. А здесь так нельзя, прикинь. А, нет, там просто места нет больше. Понятно. То есть, если ты хочешь откинуться назад, тебе надо подвинуться чуть-чуть вперед. Ну вот, извините, в Ламборджине не слишком вместительная машина. Это вам не... не буханка УАЗик родная наша. О, а, я только сейчас додумался, чтобы выключить поворотник, надо на эту кнопку нажать. Блин, а руль какой, сука, какой охуенный руль, блядь. Прям в руку, блядь. Держишь его в руке и прям ты понимаешь, что вот... Короче, понимаете, это понятно, что это все, конечно, понты и туда-сюда, но, блин, тачка так сделана, что она просто не может не нравиться. Ну, серьезно. Пройди по Дубаю, ты обязательно встретишь Феррари, Ламбу, Бугатти. Вот Бэтмобиль на парковке еще кого-то привлечет. Конкретно эта тачка была собрана в 2012-м и за все время проехала всего 250 километров. В основном ее используют в рекламных целях. Стоимость ее почти миллион долларов. Безумное количество развязок, то есть весь город в целом построен таким образом, что в нем можно комфортно жить только если у тебя есть тачка, но это серьезно. Некоторые районы между собой даже никак не связаны пешеходными маршрутами. Из них можно доехать только на машине. Там общественный транспорт тоже ходит, но вот если там пешком, то неудобно. То есть тебе надо будет выходить по трассе и идти. Соответственно, надо, чтобы по-хорошему в идеале с тобой сидел человек, который как бы внимательно смотрел на карту и говорил, куда туда, туда поворачивай. По чем тачку-то везет? Десятка. Всего? Долларов? Серьезно? Да. Женя из Чебоксар в Дубай приехал всего два года назад и первым делом нашел себе даже не квартиру, а машину, чтобы можно было ездить на съемки. Он фотограф и оператор. Должен был жену с собой сразу здесь. Ей приложил. Она сказала, нет, ни себя. Не хочу из Чебоксара жить. Я не хочу из Чебоксара уезжать. У меня все устраивает. Ну, собственно, типа, либо развонимся, либо это все. И вот. И я пошел своей дорогой уже. Ну, и то есть ты как бы в Дубай оказался практически случайно? Да, случайно. Потом был дешевый билет в Дубай. Я взял буквально за 50 баксов, долетел до Абу-Даби и уже здесь пробыл 4-5 дней где-то в Дубай-Абу-Даби. И все. И понял, что город мой, город интересный. И решил для себя все, надо возвращаться. Женя, например, ищет клиентов через Инстаграм. Его доход с момента переезда из Чебоксар увеличился. Угадайте, во сколько раз? В Чебоксарах, ну, там в среднем, ну, 1000 долларов выходило, дай бог. Это так. Я занимался и танцами, и видео, и компанией работал. То есть это все совокупности, это дофига времени очень. Ну, ты везде, ты пытаешься везде схватиться, и их тебе не хватало, ты хватало. И вытаскиваешь 1000 долларов. Да, максимум. Я прилетел сюда со 100 баксами. У меня был в кармане 100 баксов. Я прилетел сюда, я попросил товарища. Я говорю, можно дай мне 2 недели, я тебя, ну, оплачу за храду. У меня окей, не проблема, Женя, я тебя знаю. И вот он мне дал шанс такой. И за 2 месяца я крутился, брался вообще за все абсолютно. За любые проекты, за любые деньги, и вообще за любой кипиш. А потом в один момент поперло. Вот прям съемки, раз съемки, два съемки, три съемки, уже поперли съемки. Классные съемки, меня начали прокачивать, меня начали приглашать на разные съемки. И все, и пошло, поехало. И один раз посмотрел, сколько мне приходило на карту. И я так посмотрел, ну, где-то 10 тысяч долларов. А тут все грязное. Ну, я уж пожертвую ради Bentley этим. Ну, смотри, тут расхреначен, значит, руль. И прям как бы airbag сработала, подушка. Смотрите, как она прикольно прям разорвала. Смотри, какой, блин, салон пафосный, охренеть. Несмотря на то, что он весь в пыли, я уже весь грязный. Все равно ощущаю, что я сижу в Bentley. Ё-моё, смотри, красный салон. Блин, часики такие классные. Смотри, тут вообще охренеть панель какая-то. Типа, как бы это назвать-то. Я не владею автомобильными терминами. Для меня это просто какая-то хрень, на которой высвечивается что-то прикольное. Вот так я это назову. Знаете, как в детстве, не знаю, когда вот родители уходили, там приезжаешь, куда садишься в тачку и такой. Пока никто не видит, что-нибудь покрутить, что-нибудь нажать. Тачки, которые не на ходу, перевозят как ящик с картошкой, вот на этих погрузчиках. Покупают все это чаще всего механики из местных гаражей. Вы именно битые берете? Битые, топленые. Стараемся брать слабые битые, чтобы подушки были целые. Ну, я основное шасси, чтобы не иметь лишних проблем. Потому что если шасси гнута в этой стране, машину на документы ты не поставишь. И, как правило, машины продаются здесь, на этом же рынке. Смотрите, тут даже Тесла есть. Ну, она не открывается, потому что вся Тесла, естественно, на электронике. Но внутри все целехонькое, такое нормально. Такое подушку раскурочило. Ну и, конечно, гелик. Гелик я нашел обязательно, как без гелика на площадке спорткаров. Скорее всего, это не какое-то лобовое столкновение, а, скорее всего, он на бордюр налетел. Потому что, смотрите, подушка безопасности не сработала. Так, вот, просто чувак по пьяни уснул, гнал, погнал. Вхерачился в бордюр. В целом тут все такое, хоть и запыленное, то есть видно, что стоит он уже давно. Они, конечно, тоже не будут дешевить, не будут дешево продавать. Вот, но в хорошем состоянии. Короче, выбрать можно. Ой, какой звук приятный. Еще раз. Как будто погреб закрываешь, знаешь? Обратите внимание, все машины здесь без номеров. В Дубае это вообще особая тема. Они здесь дико заморочены на этом. Чем меньше цифр у тебя на железной пластине, тем ты круче. Ламборгини с обычными номерами в Дубае можно удивить разве что туристов. На самом деле, единственное, типа, зачем можно поснять такую тачку в Дубае, это приехать вот на эту улицу. Это типа JBR она называется, это типа нашего Арбата, Крещатик вот в Киеве. Если ты пафосный и богатый, об этом должны узнать здесь, на этой улице. Поэтому все вот, кто пригоняет, они делают вот эти вот фотки с небоскребами, светящимися здесь. Именно сюда прикатывают мальчики, которые втирают вам, что они поднялись на ставках, биткоинах и на прочей херне. Поверьте, они даже сто тысяч на аренду ламборгини не потянут. На этой улице стоят чуваки, которые могут посадить вас в машину на час или даже на полчаса. На один час 700 дирхамов, то есть это в рублях. 1190 рублей, пожалуйста. Все, и вы король инстаграма, ютуба. За час фоток можно наделать на год вперед. Аудио R8 брал. Ты прямо меняешь их? Да, каждый день им снимаю. Катаемся, кайфуем, в принципе. У нас в стране такие машины даже нельзя увидеть. Как здесь просто можно арендовать даже на час, на два. Брал Porsche, Lambo, Spyder, Audi R8. Вот URUS. Гелик новый брал, 63. Завтра планирую взять Rolls. Смотрите, тут охренительный Rolls-Royce. Старенький. Прям такой он весь потертый. Тут даже цена, кстати, указана. Ведь некоторые тачки они не на аукционе подают. Смотрите, 35,5 тысяч дирхамов плюс VT. Мы, короче, посчитали, перевели это в рубли. В рублях это 630 тысяч рублей. То есть примерно 10 тысяч долларов. Поэтому он вообще такой, он как бы не пипитый, не раскуроченный. Ну, грязненький, весь потертый. Очень прикольная штука. Причем дверка тут тоже открывается. Ручка как на копейке у нас была прям. И звук такой, как будто копейку открываешь. Ну, сейчас запах по ним. Ой, да, запах тут, знаете, такой прям. Ой, как будто перемещаешься в какой-то старый американский гараж 50-х какой-то. Или это просто пыль, не знаю. Вы удивитесь, но всего 50 лет назад на весь Абу-Даби было около 30 машин. Главным транспортом были верблюды. И только для самых крутых шейхов было несколько лендроверов, грузовик Бетфорд и старые мерседесы, такси. Из удобств в них тогда был разве что носовой платок, который водители после использования подвешивали к зеркалу заднего вида и сушили для следующего клиента. Первые дороги строили из известняка. Их делали на метр выше поверхности земли, чтобы даже после дождя размытая дорога не исчезала. Сегодня магистрали Дубая продумываются на этапе проектирования районов, потому что ложатся они поверх сложной системы труб, по которым в небоскребы подается опресненная в огромнейшей станции вода. Например, главная магистраль Дубая – это 12-полосное шоссе Шейха Зайда. Спроектировано так, что по пути из аэропорта вам на глаза попадаются не трудовые лагеря с пакистанцами из моего первого ролика, а небоскребы, причем еще из идеального ракурса. Машина жрет просто, как, я не знаю, не конь, а стадо коней. Знаешь, вот так вот делаешь один раз, и все, у тебя миллилитров несколько ушло. Да, я тут, видите, я очень боюсь, поэтому я дублирую свои поворотники руками. Как, блин, на велосипеде, знаешь. Я туда, чувак, чувак. Твою мать! Я вам такой скрип легко организую на этой, на буханке. Совсем не обязательно пол ляма баксов за это платить. Ну, реально, она же ровно так же останавливается. Знаете, я обожаю буханку за это. Ты такой стоишь на светофоре, ждешь, и это загорается красный, и подъезжает перед тобой буханка такая... Как будто, блядь, сейчас просто вот дом как будто на колесах какой-то. Ну, вот здесь примерно то же самое. Честно, я, ну, может, так задуманно, я не знаю, меня захейтят какие-нибудь автоблогеры, типа, блин, карбоновые тормоза так всегда должны делать. Окей. В целом, я как бы не жалуюсь, ну, как бы, окей, ради бога. Не спрашивайте, почему, но в конечном итоге до того пафосного отеля я доехал только на следующий день. Вот так выглядит подводный ресторан значит, самого пафосного отеля Атлантиса в Дубае. Это, конечно, снос башки. Вот тут, типа, сидят люди. А, соответственно, тут огромный аквариум. Просто невероятных размеров аквариум. Вот с котлами плавают, соответственно. И в этом же аквариуме могут купаться гости. То есть, они надевают акваланг, а оттуда сверху спускаются и, соответственно, плавают. Тут внизу выстроен такой прям целый акрополь какой-то подводный. Вот. И, значит, тут каждая рыба стоит по несколько тысяч долларов. Обед на двоих здесь стоит 545 долларов. Честно скажу, меня угостили. Я на столько денег могу питаться месяц. Первое блюдо. Это маленький шарик, который промещается вот на такой большой. Я все сломал. Видите, я не приспособлен для таких дорогих ресторанов. Короче, это какая-то штука индийская. Слушай, здесь еще какая-то золотая фольга. I'm sorry. А сверху тут еще и, значит, кусок золота они положили. Это так называемый съедобный лист золота. Это вот первое блюдо. Блин, мне вообще очень сложно описывать такую еду. Она какая-то, знаете, что-то холодное, что-то быстро растворяемое во рту. И вообще у тебя нет ощущения, что ты съел первое блюдо. Ну, будем считать, что съел. А вот эту штуку ешь. Знаете, какой-то кунжут. Ну, ее, наверное, есть не надо, да? Это типа для запаха. Я не буду ее есть. Слушай, совсем не сосуде нет отсюда. Знаете, когда бабушки вот сушат какую-то свою там вот рассаду, а потом вот у них такая штука вот остается там. Пахнет примерно так же, вообще вкусно. Вы зацените, какие тут туалеты. Вот это типа холл, а вот типа кабинка. Смотрите, входишь в стеклянную дверь и дальше. Охренеть, огромное помещение. Просто это полноценная квартира. Смотрите, какая тут люстра. Блин, вот. Блин, мне кажется, такие люстры в консерватории обычно висят. Ну, нет, нет, ладно, я был в консерватории. Еще, вы слышите, звонит как это. Звук у нее мелодичный вообще у этой люстры. Охренеть. Кстати, вот этот туалет, он еще и смывает сам. То есть ты такой сидишь, значит, засиделся, такой разочек смыл, потому что он такой, ну, все, еще сидишь, ну, ладно, что же, чтоб тебе не воняло, еще разочек смою. Ну, кайф. Следующее блюдо выносят на циферблате, на котором стрелка бежит назад. Это потому, что блюдо называется ностальгия. Охренеть, выдумщики. Еще одно блюдо выносят на черных ладонях, что бы это ни значило. Это типа лук, в который, значит, добавили гречку, еще что-то. Если яичницу готовишь с лучком, и лук обязательно подгорает. Вот как раз это, этот вкус. Какие-то зеленые кружева сверху. А внутри просто как будто салат какой-то. Типа линейный, еще что-то. Ну, вкусно. Ну, в целом пафосно просто. Ну, вкусно, но, ну, как, понимаете, не так, чтобы прям, бог ты мой, сейчас я под стол упаду. Вкусно, но очень долго. Я в ресторане был один, поэтому не досидел до последнего блюда, а по пути назад заехал к своим старым друзьям-пакистанцам, которые в прошлом выпуске вытаскивали меня из пустыни. Так живут наши друзья-спасители в Пакистане. У них тут четыре кровати, живет три человека. Привет! Пахнет довольно так необычно. Это два человека, которые живут здесь, да? У пакистанцев тут тоже есть съедобный шарик, который тоже напоминает им о родине. Пакистанские сладости угощают прямо с Пакистана. Ммм, такой вкусный сладкий хлеб. Что-то типа хлеба или теста. Пропитано, да, как-нибудь вареньем. Вкусно, очень сахарный такой этот. Прям очень сладкая такая штука. Very good, very good. Ребята хоть и не ездили ни на Ламборгини, ни на Роллс-Ройси, но очень добрые и радушные. Если бы я остался на карантине в Дубае, часто говоря, я даже не знаю, что бы я выбрал. Месяц одному сидеть в номере пафосного отеля или вместе вот с этими работягами в Лейбер Кемпе тусить. Смотрите, вот эту функцию я обожаю. Ты такой, типа, короче, значит, окно помыл, да? У тебя в итоге полный рот этого очистителя туалетного. Ну, на вкус он примерно такой же. Слушайте, если как бы в целом подводить впечатление от тачки, она, конечно, охрененная. Ну, то есть я реально понимаю прекрасно тех вот ребят, молодежь золотую, знаете, на которых сваливаются вот эти безумные тачки в 20 лет. Спасибо.